всем привет друзья вы на канале акваеж сегодня у меня будет коротенький такой видеоролик я сейчас в гостях у своего папы он распереживался о том что у него приболела рыбка вот а именно цитроновая циклозома самочка сейчас я вам ее покажу вот здесь вот на плавничках есть такие вот подертости вот и скорее всего я думаю что это покусал ее самец когда приставал но все-таки если оставить это просто без внимания то на плавнике может образоваться какой-то грибок вот это может перерасти в большую болезнь и рыбка может погибнуть поэтому сейчас я покажу вам начальная делаю когда прихожу к своим клиентам или к своим знакомым и узнаю о том что рыбка там больная или есть подозрение о том что рыбка больная какие мои действия изначально я проверяю исправность всего оборудования так как температура подача кислорода если это например циклитник работа фильтра это очень важные факторы которые могут повлечь на повлиять на состояние рыб и на состояние воды температуру я замерил она здесь в пределах 26 градусов то есть это абсолютно нормальная температура для данных рыбок фильтр работает воздух подается активно признаков того что там рыба задыхается или как-то себя некомфортно чувствует нету поэтому следующий этап я беру пробы воды и делаю анализы естественно я чаще всего пользуюсь капельными тестами но если это срочно или как-то неожиданно происходит и мне нужно подойти клиенту и сделать какие-то дать рекомендации я всегда с собой ношу экспресс тесты но мне сейчас очень нравится такие вот лакмусовые бумажки 7 в одном от компании jubel комплект здесь не идет такой вот шприц я его взял из другого теста но ним очень удобно наносить капли на лакмусовые вот эти вот по полоски вот сейчас покажу как я это делаю я стряхиваю лишнюю воду и сравниваю результат с шкалой которая находится на самой упаковочке ну и первую проблему которую мы видим это большое количество нитратов этот тест не является супер пупер точным но он может любому аквариумисту в течение нескольких секунд показать в каком диапазоне может быть проблема в аквариуме gh больше 20 х у нас в районе 6 х 7 2 углекислого газа нет нитрита тоже это хорошо потому что нитрит более токсичен чем нитраты но такое такое накопление нитратов тоже вредит рыбам вообще в цехлитнике нужно не допускать чтобы нитраты превышали больше чем 50 миллиграмм на литр это критично лучше всего конечно держать в пределах нуля почему в данном аквариуме появилось и накопилось столько нитратов мой отец очень любит рыбок и он их усердно кормит по несколько раз в день поэтому отходы жизнедеятельности накапливаются воде они могут пагубно влиять на здоровье рыбы так как отравление нитратами и другими тяжелыми токсичными элементами снижает иммунитет рыбы из-за чего ее способность сопротивляться различным болезням и бактериям снижается поэтому рыбка которая получила травму может в итоге заболеть более серьезно а также стать переносчиком этой болезни и в аквариуме как в закрытой системе может начаться эпидемия и мор всей рыбы какие мои будут рекомендации моему отцу чтобы снизить концентрацию нитратов его любимом аквариуме и как помочь рыбкам не заболеть залечить свои ранки первое это более частые подмены воды естественно что воду которую мы будем менять мы будем использовать водопроводную не содержится тоже вредные вещества поэтому обязательно нужно использовать различные антитоксины различные аквасайфы которые помогают очистить воду от хлора и других тяжелых металлов цех лидника где очень много рыбы я рекомендую делать еженедельные подмены как минимум в 50 процентов или 70 конечно вода должна быть такой же температуры как и в аквариуме она не должна быть холодной или горячей после подмены воды можно залить аквамед от компании аквайр я пользуюсь этим лекарством в принципе я не очень доволен это универсальный антибиотик который помогает как против бактериальных каких-то болезней так и и грибковых поэтому как универсальный антибиотик он должен помочь рыбкам справиться с теми травмами залечить их вот и не дать болезни развиваться дальше также я папе порекомендую регулярно вливать средства так вайр нитрат минус это средство помогает снизить количество нитрата в воде с помощью бактерий и благоприятно влияет на самочувствие рыб и всей флоры аквариума единственный важный момент что при использовании данного средства обязательно должна быть хорошая рация воды в аквариуме и также хорошее насыщение кислородом потому что бактерии которые помогают снизить количество нитрата в воде данный трафикаторы используют для своей работы очень много кислорода поэтому это может снизить концентрацию кислорода в аквариуме и рыбки могут начать задыхаться поэтому очень важно усиленно аэрация аквариума также моего папы здесь стоит внешний фильтр который благодаря своей конструкции позволяет наполнять его различными химическими биологическими и механическими фильтрующими материалами поэтому для цихлидников я рекомендую тетраболы о них я расскажу более подробно в другом видео но я очень доволен их не используем потому что они помогают держать концентрацию нитратов в аквариумах те очень много рыбы нет растений в цихлидниках практически в нуле скорее всего они уже отработали свое моего отца и их следует заменить поэтому при их не замене все в аквариуме нормализуется если регулярно указывать за своими любимыми питомцами то они всегда будут вас радовать хорошей окраской интересным поведением и прекрасным здоровьем и самочувствием поэтому ухаживайте за своими аквариумами надеюсь мои рекомендации были вам полезны вот подписывайтесь на канал ставьте лайк задавайте вопросы я по возможности буду на них отвечать всем спасибо за внимание хорошего настроения хорошего дня пока